Молодежь изучает окружающий мир. Традиционно в преддверии Дня Земли в областном центре прошла научно-исследовательская конференция, посвященная экологическим бедам. Школьники подготовили 90 докладов. В них важные проблемы. Состояние воды, почвы, атмосферы. Несколько выступлений посвящены воздействию на окружающую среду предприятий, сохранению редких видов растений и животных. Жюри ценит практическую сторону каждого исследования. У нас, например, в течение многих лет проходят экспедиции на территории федерального заказника Клезминске по согласованию с национальным парком Мещера и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. И все их рекомендации, они передаются непосредственно в национальный парк. То есть те рекомендации по сохранению животных, растительного мира. Это как раз очень важно, что работа детей, они у нас как бы остаются действительно очень востребованными. Ярославу всего 13 лет, а он уже настоящий ученый. Провел большое исследование в парке Харенка. Изучил состояние почвы, воды и растений. И пришел к неутешительному выводу. Территория из места отдыха превратилась в отхожее место. И находиться там не только неприятно, но и опасно для здоровья. Парк является грязным. Это значит, что, допустим, по тяжелым металлам, некоторым по кобальту и кадмию, ПДК превышено. Это, конечно, небезопасно для здоровья человека. Предел, допустим, концентрации по окисю углерода также превышен на территории парка. Причем в пять раз. Это также небезопасно для здоровья человека, так как окис углерода – это угарный газ. Во-первых, человек его не замечает, а во-вторых, он блокирует гемоглобин, и кровь не может переносить кислород. Это опасно для здоровья людей. Рекомендации, как не допустить экологической беды, Ярослав отправил администрации парка Харенка. В них указал, что нужно запретить людям купаться в реке, машинам заезжать на территорию. Также необходимо установить дополнительные контейнеры для сбора мусора. Теперь надеется, что к словам ученого, пусть и юного, прислушаются. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.